На Донбассе сегодня 5 обстрелов с начала суток. Бьет противник в основном из минометов и гранатометов. Провокации боевиков зафиксированы на всех направлениях. Одна из горячих точек поселок Пески под Донецком. А ситуация там Руслан Смещук. Передовые позиции на Авдеевском плацдарме в безлюдном и разбитом поселке Пески. Пока мы работаем, тут раздаются взрывы в районе промки. Противник ведет себя агрессивно и очень активно, рассказывают военные. Инициатива ихняя, они постоянно ее навязывают нам, именно с крупнокалиберного пулемета. Прострелы постоянные. В случае, даже если мы пытаемся что-то именно сделать в плане, ну, отзеркалить, то уже они подключают и тяжелые. То есть и минометы, и бэха. Линия фронта тут достаточно ломанная, привязана к ландшафту и постройкам, которые служат естественными укрытиями и огневыми точками. Впрочем, бывает, что диверсионные группы подходят и ближе. Нас ведут к месту, куда боевики подбираются, выстреливают из гранатомета и отходят. Здесь дистанция огневого контакта бывает меньше 100 метров. Вот, вот и вот. Вот это все полностью, мы сейчас в данный момент находимся в радиусе поражения РПН. Сейчас в данный момент может в любой момент и прилететь. Так что тут не знаю. То близко. А иногда хаотические обстрелы боевиков превращаются в планомерную отработку песок тяжелым вооружением. В последнее время такое бывает все чаще. Бой был изначально с крупнокалиберных пулеметов, они начали по нас работать. А потом, буквально спустя годину, они начали застосовывать уже более тяжелую оружие, то есть минометы, 82-й. В основном так. Разрывы, то есть все где-то дальше, либо не до льда, то есть, ну, чтобы точно бить, то они еще не бьют. Точно, чтобы количество сказать, я не могу, ну, приблизительно больше двух десятков. Под огонь боевиков попали и мирные жители. Несколько улиц Старой Авдеевки оказались под огнем гранатометов и минометов. Осколками повредила крыша. Обошлось без жертв. Что-то над головой как треснет, как это самое. Ну, в общем, я жил во двор, в дом, а в доме там и больше я не выходила. Звук был такой гудящий, треск. Мы находились в доме, ребенок сильно переплывался, и мы отошли в другое место, где нету окон, чтобы остаться живым. Очень было страшно, очень. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер.